...автор опии и металлурно-экологии мышления, автор более 30 научных популярных книг, Андрей Курпатов, сегодня у нас гостя, гранили меня. Добрый день. Мне опять неловко, что вы тут толпитесь, и я так понимаю, ждёте уже долго, вот, и я должен как-то оправдать это ожидание. Не знаю, получится ли у меня. Поближе микрофон, да? А по-другому никак нельзя, совсем, я боюсь, что всё равно не слышно там. Вы скажите, как слышно вам? Слышно, слышно, слышно. Я иначе его должен есть уже прямо. Должна быть пауза какая-то, а то я буду как этот... А может, твой попробовать? Раз, раз, раз. О, да? Слушайте, ну что, я чувствую, что там прокролось. Вот, да, в общем, короче говоря, я должен как-то оправдать ожидания. Не знаю, я надеюсь их оправдать книжкой. Я написал очередную книжку, которую не хотел писать. Вот, это самые успешные мои книги. Вот, самая моя неуспешная книга, которую издавалась всего один раз, моя самая любимая. Это психософический трактат. Значит, чем нелюбимее, тем издаётся лучше. Вот. Почему? Потому что, когда ты пишешь любимую книжку, ты пишешь её для себя, потому что ты её там как-то выдумал, она тебе нравится, и ты вот, играясь, значит, с ней, делаешь читателя таким удивлённым, как это, наблюдателем того, что происходит. Когда ты пишешь популярную книгу, твоя задача написать её так, чтобы она была понятна и доступна, и мысли, которые ты излагаешь, они были и практические, и такие субъективно понятные, и ориентированные на самые разные, как бы, головы. Вот. Значит, ну, что я вам хочу сказать. Почему я не хотел писать книжку про успех? Вот. Знаете, нет? Не знаете? Догадываются. Догадываются. Есть кто-то, догадываются. Значит, я не хотел писать, потому что это депрессивная должна быть книжка, походу. Вот. Потому что если вы поговорите с людьми, которые действительно добились успеха, ну, вот вы на них смотрите, на Бузову, на Аллу Борисовну, или кто там, миллиардеров каких-нибудь, и так далее, вам кажется, что у них жизнь распрекрасная, и вообще завидовать им страшное дело. Ну, на самом деле, жизнь у них не алло, вот. Но есть, кроме вот таких успешных людей, благодаря технологиям, успешные люди, благодаря собственным мозгам. А если вы читали книгу «Троица», то вы знаете, что собственные мозги, мозги, которые доводят людей до успеха, это мозги психически ненормальные. Вот. Потому что существует нормальное распределение нормальных людей, и нормальный человек должен быть нормальным, да? Если он ненормальный, то он или лузер, да, или успешный. Вот. И, соответственно, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые действительно в этой жизни чего-то достигли, это касается в первую очередь творчества, потому что это еще очень эмоциональные люди. Вот. Если это касается бизнеса, потому что в могилу с собой ничего из того, что ты трудом таким не унесешь. Это касается политики, потому что все звезды политики закатываются с известным металлическим звоном. Вот. Кто помнит Ленина? Вот. Так любили, так любили, понимаете? Вот. Чем закончилось известно. Вот. Значит, и ученых, может быть, в меньшей степени, хотя я вам должен сказать, что тоже, понимаете, когда ученые достигают своего успеха в самом начале карьеры, а это, как правило, так и бывает. Ну, великие открытия, потом ты ходишь и получаешь медальки. Ну, там, Ньютон когда все свои достижения сделал-то? Ну, мы будем Дарвин, 26-28. Вот. После этого он или собирает медальки, или как тот же Эйнштейн мучается. Он же реально показывал язык фотографу, который его достали. Вот. Вы знаете, что у него украли мозг, потому что, как он умер? Вот. Ну, то есть, вот, это, конечно, успех. Вот. Твой мозг настолько ценен людям, что они... А мозг еще ладно. Ну, то есть, я как-то, вот, эстетически, я, поскольку люблю мозги, вот, я эстетически, несмотря на их отвратительность, понимаю дело. У него глаза вырезали из глазниц и хлонили их в банковской ячейке. То есть, там поживились на его трупе все. Просто он попал в больницу, вот, и все, кто там были, утащили по части тела Эйнштейна. Вот. Это успех. И я уже... Да, но вы просто поймите, что когда мы говорим про успех, они выходят, как Тони Роббинс, и там, вау, вау. Почему они не говорят про мозги, которые будут потом порезаны на куски? Он 20 лет шатался по Америке, не знал, куда их деть, эти мозги, потому что они краденые. Понимаете, нельзя с краденными Эйнштейновскими мозгами заявиться в любое место и сказать, у меня есть мозги Эйнштейна. Потому что у тебя будут вопросы к тебе сразу возникать. Да, и о жизнях, ну вот тоже вот. Поэтому, ну это психи. И вообще, когда с талантливыми людьми разговариваешь, я честно сразу говорю, вы как бы без иллюзий, вы нездоровы. Вот, поэтому, как бы, давайте не будем обобщать. И сразу, как бы, конкретно по вашему клиническому случаю начнем рассуждать. Вот, поэтому я вообще, в принципе, про успех, вот, я его знаю немножко с другой стороны. И, потому что этих людей знал в большом количестве, знаю. Вот, и я испытываю к ним сочувствие. Вот, они бывают взбалмошные, отвратительные. Вот, я их не обеляю, так сказать. Они бывают отвратительными. Ну вот, ну они психи, и как психиатр я должен проявлять все чувства. Вот, значит, поэтому я про успех не очень хотел писать. С другой стороны, понимаете, мы оказались в каком-то очень забавном времени, когда у людей нету жизненной перспективы. Ну вот, раньше у всех была жизненная перспектива какая-то, было понятно. Сейчас составьте план на год. Вы так смотрите на меня, как будто бы я сказал на китайском. Вот, ну да, нам в голову не придется вставлять план на год. Вот, план на пятилетку выглядит сейчас просто как какое-то свинство, издевательство и конец света. Вот, мы перестали планировать свое будущее, и мы как бы оказались в каком-то состоянии такой заторможенности. При этом силы-то есть, и сил очень много. Потому что раньше силы ваши тратились на естественные дела. Вам нужно было заниматься выживанием, вам нужно было заниматься организацией собственной жизни. Сейчас, я тут говорил с одним руководителем, он мне сказал забавную фразу. Он говорит, знаете, единственная проблема с работниками, что они перестали понимать, что такое слово работа. Ну, потому что пришли в офис, уже работают же. Каким-то вопросом занимаются. Закончится он когда-нибудь, не закончится, кому это надо. Ну, зачем, и так далее. Наплевать. Ну, как бы просто не задумываются. У них много времени уходит думать. Там, Инстаграм показывают, Ютуб, и так далее. И сложно думать про все остальное. Ну, приходишь на работу, понятно. И в результате сил много. Куда девать их, непонятно. Будущее не расчерчивается. И дальше возникает куча всяких людей, которые обещают, что надо заниматься аффирмациями, нужно, значит, мечту визуализировать. Кто из вас визуализирует мечту? Поднимаете руку. Вот, там есть у нас засланцы. Визуализируют со страшной силой. Я себе представляю, Эйнштейн такой сидит и визуализирует мечту. Что бы это могло быть? Это страшно представить. Вот, да. Или даже какой-нибудь олигарх сидит. Что может быть у олигарха мечтой, чтобы ее визуализировать? Вот, визуализируйте мечту олигарха. Ну, мне просто интересно. Полететь на Марс, чтобы от всех от вас сбежать? Вот, это мечта, конечно. Да, значит, соответственно, и занимаемся всякой ерундой. И, собственно говоря, в книге я попытался обрисовать ситуацию, в которой мы оказались, и то, как мы можем использовать мозг для того, чтобы из этой ситуации выходить. Значит, ресурсы у нашего мозга большие. Я его ругаю, но они большие. Понимаете, вот он потребляет 20 ватт энергии. Значит, при этом на интеллектуальную деятельность приходится, я думаю, ну, порядка, там, 10-15% нейронов вашего мозга. Большая часть уходит на мозжечок и прочие, значит, подкорковые структуры, на первичную, вторичную, сенсорную кору и так далее. А на мышление уходит совсем чуть-чуть. Если в ваттах, то вы лампочка, как на елке. И те, которые делают величайшие вещи, и те, которые делают вещи, лучше про них не говорить, значит, у них у всех это елочная лампочка. Понимаете, это не нужно, не нужны силы. Силы где-то. Ну, вы просто поймите, у вас там, значит, вообще есть лампочка такая нормальная на 20 ватт, и есть, надо от нее передать чуть-чуть на вот эту елочную, которая там непонятно сколько. Но мне кажется, это не так много надо сил-то на самом деле для интеллектуальной деятельности, для того, чтобы достигать результата. То есть я хочу сказать, что даже если вы не обладаете тем психом, который характеризуется для людей по-настоящему шизанутых с точки зрения необходимости что-то делать, совершать, воротить горы и прочее, у вас все равно будут достаточные усилия, достаточные силы. И вопрос состоит в том, чтобы, как сконцентрировать, как сделать так, чтобы ваши цели были, ваши силы были направлены на задачу. Как вам структурировать эту задачу? Вот, если мы начнем это делать, то даже небольшим, ну, относительно небольшим усилием, вот, вы можете достигать значительно больших результатов, чем вы сейчас достигаете. И я вам скажу, что этот результат точно не будет таким, как вам рассказывают. Потому что, ну, вот, сейчас все молодые люди хотят заниматься бизнесом. Чтобы у них был свой бизнес. Слышали, да? Нет? Да. Вот. Это в мире, в котором, да, идет катастрофическое расслоение богатых и бедных, где полностью вымывается средний класс, значит, где все берут в руки, в общем, большие системные бренды. Люди собрались заняться мелкооптовым бизнесом. Потом они с некоторым удивлением обнаруживают, что закуплены ими в Китае петарды. Сначала долго стояли на границе, пришли глубоко после Нового года, вот, а на 8 марта у них прошел срок годности. Вот. И вот мы просто сталкиваемся с этим сплошь и рядом, потому что какие-то идиотские идеи вот этого, этих достижений, этого успеха, который почему-то связан с бизнесом. Я вот тут тоже не понимаю. Значит, вообще все нормальные люди зарабатывают мозгами. Ну, мы не берем, ну, там у нас считается, мне обычно какие две вещи говорят. Вы там про технологию, у нас туалеты, значит, на улицах, вот, и вы там нам про мозги, а у нас, значит, все о коррупции и так далее. Ну, мне все это интересно слышать, вот, но если кто-то хочет порассуждать про туалеты и про коррупцию, то они могут этим заняться. Ну, вот. В остальном, если вы возьмете любую эффективно работающую компанию, где топ-менеджеры получают большие деньги, вы увидите, что они зарабатывают их мозгами. И, ну, есть, конечно, может, исключения какие-то, вот, но в целом, если вы возьмете ученых, то вы увидите, что эти ученые зарабатывают мозгами, потому что они делают проекты, на которые дают эти гранты, и не такие, как там у нас, как это, а потому что то, что они делают, нужно и востребовано, и поэтому им и дают эти гранты. Ну, вот, я не знаю, какую область взять и понять, что они зарабатывают как-то иначе, кроме как с серым веществом. Но почему говорят, что надо заниматься бизнесом, а не серым веществом? Вот, ну, мне кажется, какая-то есть, ну, как бы, неправильная последовательность. Если начинать с серого вещества и уже потом как-то переходить, соответственно, ко всей другой деятельности, деньги придут за вами, успех придет за вами, известность, если она вам зачем-то нужна, придет за вами. Все придет за тем, что вы сделали что-то, что представляет собой ценность и нужно другим людям. И вот если мы все поставим, как бы, в правильном порядке, начнем с того, что мы свою энергию направим на работу интеллектуальной функции, а интеллектуальную функцию оснастим знаниями, я не понимаю, как можно быть неуспешным. Но я точно вам скажу, что открывая бизнес, вы с значительно большей вероятностью прогорите и станете неуспешными, чем станете успешными. Сколько бизнесов открывается, сколько вы знаете... Вот мы в буквоеде с вами находимся. Была отдельная компания. Сейчас написано буква нет, а уже огромный холдинг. Давайте откройте лавочку книжную и посоревнуйтесь. И мы посмотрим, что будет происходить из этого. Поэтому изменить тренд из того, что вы сейчас чего-то мощно добьетесь, на то, что вы сейчас начнете правильно про это думать, про свою жизнь, про как это все организовывать, как концентрироваться на задаче, это, мне кажется, самое важное. И в красной коблетке, почему я ее два, почему я ее особенно не люблю, вот, потому что я там написал прямо упражнения, правила, вот это все, задания. Я дико ненавижу это. Вот. Но потому что, понимаете, когда вам дают упражнения, предполагается, что вы дебилы, не можете из теоретического материала понять, что делать. То есть надо разжевать, положить в рот. Ну, это какая-то идиотия. Ну, как? Вы собираетесь заниматься интеллектуальной деятельностью, и для того, чтобы вы занялись интеллектуальной деятельностью, нужно ее за вас сделать. Потом, и сделать пошагово, пойди туда, сделай то, это пятое и десятое. А эти же книжки, как ни откроешь, там бесконечные упражнения. Делайте то, визуализируйте мечту, там, еще что-то, ну, вот, сядьте и так далее. Полная же хиния получается. Ну, вот, но я наступил на горло собственной песни, вот, и описал упражнения, и описал правила, вот, но они, конечно, такие, знаете, немножко, немножко экзистенциальные, вот, потому что я хочу обратить читателя к самому себе, чтобы он успех-то делал не потому, что сказали где-то, потому что модно, потому что вот как-то из культуры надуло, что нужно быть успешным, а просто потому, что мы с вами оказались во времени, когда нам нужно свои силы куда-то приложить, почувствовать себя нужными, почувствовать себя востребованными, интересными для других людей. Вот это, мне кажется, достойная задача для успеха. Понимаете? потому что тогда я привожу на лекциях, сейчас слайд один, мне очень нравится, там большое исследование было проведено, и посчитано, какое количество, как бы, процентов, на какое количество процентов улучшается состояние, состояние человека, его вовлеченность в работу, его интерес к работе, его удовольствие от работы. И там есть, там 30 процентов, это отсутствие многозадачности, там какие-нибудь, там 35 процентов, это возможность сделать перерывы, вот, все очень важно. Но самая большая, 70 процентов, на 70 процентов увеличивается удовлетворенность от работы, когда вы знаете, что она кому-то нужна. я могу говорить, что мне сколько угодно ужасно читать, писать книжку про успех, но зная, что потом придут люди, будут стоять здесь, будет душно и жарко, и я весь уже вспотел. Вот, но они вот, и слушать эту голематю, которую я несу, потому что она почему-то делает их жизнь лучше, оправдывает любую, 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 любую вашу вложение силы, понимаете, в чем я? Поэтому ищите возможность быть востребованными. Для этого вовсе не обязательно быть писателем. Ну, я и так востребованный. Без книжек. Не надо быть каким-то даже известным для востребованности. Я сейчас закончу, перейдем к вопросам. Я просто вот, я паронизирую. Значит, меня все время ругают женские активистки, что я, значит, какое-то просто, ну, какое-то исчадие просто. я был номинантом на, как назывался, сексист года в прошлом. С каким-то попом и еще с кем-то мы соревновались. Вот, вроде поп выиграл. да, и вот, я главный сексист год. И вот, я потом думаю, какое количество женщин сказала мне спасибо, написала мне письма, спасибо, у которых лучше стало в отношениях, лучше стало в самопонимании, они справились с депрессиями, с навязчивыми состояниями, с сосудистыми дистониями, смогли сладить собственным ребенком и так далее. Значит, вот я в глазах какой-нибудь ферфетки, значит, которая изображает из себя, значит, борьбу за равноправие к чего-то с кем-то, значит, вот сексист. А она, которая вокруг всем наставила, всем высказала все фи, какие только другие, не умела говорить, она женщина молодец. Вот. Но это же смешно. И вот я все время предлагаю смотреть реальности и с точки зрения успеха не думайте про успех, который какие-то дегенераты вам откуда-то вещают. Думайте про свой личный, когда вы живете так, что то, что вы делаете, создает у вас ощущение, что это правильно, что это круто, что это хорошо, и вот это будет успех, а не то, что когда какие-то люди скажут, что вы успешны, а вы придете домой, мне рассказывала одна актриса, не актриса, а певица, я просто все время не могу называть фамилии, потому что они больше часть живы, хотя уже много престарелых, но вот, и мне рассказывала одна не актриса, певица, очень известная, советская, и говорит, что я прихожу в свой большой дом, который строился с любовью, который огромный, с садом и так далее, и ночью в этом доме я не слышу никого, она хочет ночью слышать, чтобы не чувствовать одиночество, в огромном, шикарном доме, и если бы она вошла сюда, вы бы все сказали вау, хлопали, и говорили бы как прекрасно, вот, поэтому бойтесь успеха, такого успешного успеха, найдите успех в том, что вы делаете, и мозг, и знание, как он работает, мне кажется, ближайший путь к этому, а дальше все остальное будет прикладываться, потому что если вы нужны другим людям, они будут к вам милосердны, вот, значит, это была торжественная эпитафия моей книжки, после этого никто ее не будет читать, правильно, я все сделал для этого, вот, да, вот, и мы, наверное, сейчас на какие-то вопросы подвечу. Спасибо большое, Андрей Владимирович, я только знаю, что вы знаете, жарко, поэтому сколько воде, я то ли заболел, то ли жарко, так, жарко, да, ужас просто, я не ка таку не, так, я же зависит от вопроса, я от ответа, еще просто, я же буду сейчас работать этой, копировальной машиной, Добрый вечер, Андрей Владимирович, хочу выразить вам бешеное свою симпатию за то, как вы объясняете. Спасибо большое. И вопрос звучит следующий, как вы думаете, эстетика как таковая, она влияет как-то на наше развитие или усугубляет на то? Спасибо. А эстетика имеется в виду что, как пример, а мне стало дуть попу, давайте уберем это, это вы сделали, не надо, все у меня с одной стороны это, с другой это, все со мной будет, никакой эстетики. Но это когда все хорошо, когда все красиво, когда не к чему стеблиться. А красиво в смысле каких-то достижений или просто знаете, если мы говорим просто про красоту, это одна история, да, ну вот там условно говоря, очень важно все, что вы делаете, чтобы было стильным и красивым. это очень важно. Во-первых, потому что это, вам нравятся обложки? Да. Вот. Оля Курдюкова замечательная, делается такие прекрасные обложки. Вот. Вам приятно держать в руках? Да. Вот. Теперь я другой секрет расскажу. Вот вы приходите в ресторан и вам накрывают там все, сервируют и так далее, и вы едите и думаете, ну какая вкуснотища. да? Но правда состоит в том, что, ну не всегда бывает, я понимаю, вот, но правда состоит в том, что если вам туда кошачий паштет положат и так отсервируют, вы почувствуете красоту, то есть вкус от этой красоты, если я вам дам в банке кошачий паштет, вы скажете фу, гадость, да? вот, значит, то, как мы заворачиваем то, что мы делаем, очень важно, потому что это формирует то, как люди это воспринимают. Понимаете, вот когда вы делаете какой-то там, я не знаю, сайт, мобильное приложение, там еще что-то, если вы его сделали красиво и удобно, а в удобстве тоже есть красота, вот красота и фона, да, почему он завоевал мир, как раз в удобстве пользования весь Эппл, он весь был всегда сделан очень органично, чтобы вы интуитивно все узнаете, и так далее, и в этом тоже есть эстетика, поэтому класс-то у меня красивый, например, да, вот, приходят люди, им комфортно там, потому что красиво, вот, поэтому, если говорить про эстетику, это важно, другое дело, чтобы там что-то было внутри, чтобы в этом паштите были калории, в противном случае это будет странное, время пробуждения, чтобы в кластере была какая-то интересная жизнь, да, чтобы в книжке было содержание, вот, если просто, у нас просто много, много, очень, когда одна форма, что вот, как бы, красиво продали, вот, красиво, как бы, сделали, а потом ничего не, никуда не, не работает, это вот мне не нравится, вот, но если вы что-то действительно сделали, постарайтесь сделать это красивым и вкусным, для, потому, вы же для других людей, вы какой себе хотите, красивый, чтобы вам добавили, или как? Эффективный, сейчас эффективный, вот, самая эффективная банка с кошачьим кормом, нет, видите, уже неэффективно, потому, 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 что у нас мозг-то сложный, у него много потребностей, он кроме калорий, да, он должен решить потребности безопасности, кошка ассоциируется у вас с чем-то грязным, ну, вы хотите поесть, извините, да, почему? Это эволюционно обучено вы, чтобы вы меньше жрали гадости, потому, что у вас иммунитет уже не тот, что у собаки, моя, что, сожрет, какую гадость было, я бы, если такое съел, понимаете, вы бы уже, ни одной книги бы уже не было бы, ну, вот, и он, и мозг решает кучу задач, и в частности, если вы говорите это эстетично, если вы производите это эстетично, у вас есть ощущение гигиеничности, да, на каком столе вкуснее еда, на черном или на белом? На белом. Это научный факт, не я придумал, вот, поэтому, даже цвет посуды, понимаете, влияет на вкус еды, почему? Ну, это эволюционные вещи, у мозга куча вещей, да, и эстетика, как правило, это то, что ассоциируется с нашим мозгом, как с безопасным, с, как бы, с, с, с чистым, я не знаю, с, ну, в общем, с чем-то, что удовлетворяет другие потребности. Спасибо. Андрей Владимирович. бурный и продолжительный аплодисмент, ничего толком не сказал, но... у меня вопрос касательно двух явлений. Первое, это афантазия, то есть, неспособность в своем воображении, сознании, визуализировать какие-то образы, именно создать картинку. И второе явление, неспособность видеть сны, вы говорили, что у вас есть. Может, эти явления как-то связаны, но вопрос в том, как это устроено, и откуда этот баг-система? Ну, на самом деле, не баг, а просто разнообразие. Я вам все время говорю, есть кривая распределения. Если есть успешные, то есть лузеры, есть нормальные. Если вы возьмете, там, например, зрительное воображение, да, ну, то есть, способность коры производить образы, которые вы будете видеть, которые у меня нету вообще близко. Вот. То есть, я читаю книги, я вижу буквы и понимаю, что там происходит. Есть люди, которые читают книги и видят то, о чем рассказывают. Ну, то есть, для меня это просто какое-то психическое устройство. Вот. Ну, у меня же по-другому, а я нормальный. Мы же как думаем? Вы все так думаете? Вы думаете, что я особенный? Нет. Вот. И, да, и просто это, как бы, особенность зрительного анализатора. Зрительный анализатор находится в Коре, который позволяет это видеть. Я когда утром могу просыпаться, у меня в голове люди разговаривают. Ну, что-то я с ними обсуждаю, не со мной обсуждают. Но я о лицах не помню, где происходил, не знаю. Ну, вот. А о чем речь, помню. Да? То есть, у меня, условно говоря, какие-то вещи, отвечающие за вербалистику, они, зоны мозга, работают лучше, которые, а кто-то рассказывает, просыпается, говорит, а мне приснилось, мы там шли, куда вы шли, зачем же, что с вами происходило, где вы были кровати. Мне непонятно. Вот. Но какая бы ни была особенность, да? Вообще, хорошо, когда что-то чуть-чуть вот, как бы, с прибабахом. Да? Вот. Потому что, когда другим детям было легко обучиться читать, потому что они научились прочитать слово «заяц», у них в голове возникал «заяц», они были довольны. «А, довольны». Я прочитал «заяц», ну, как бы, еще зачем вы писали это? У меня же никакого нету в связи с этим чувственного, радостного опыта, правильно? Потому что я «заяца» не вижу в этот момент. И я не мог научиться читать. Вот. А когда я не мог научиться читать, надо же было учителей обманывать, что я умею. Я скрывал до восьми с лишним лет, что я не умею читать. Я хитро, я брал, там у нас был, знаете, на каком попалился вместе? Обычно там картинки какие-нибудь, и, ну, первые буквы-то я знаю, и я там, аааа, мне говорят, абрикосы, абрикосы, б, б, были, мне говорят, ну, я так читал нормально. Вот. Да. Какие-то слова знал уже, там, молоко, оно висит же на всех, было раньше, в магазине, молоко, хлеб, если нужно что выучить, основные слова были написаны на магазинах. Мясо, рыба, вот, сейчас это, окей, что это значит, они, понятно. Вот, да, и, в общем, я так выучился, а в конце буквы, я была история про, вот этого учебника, про ледокол Ленин, и не было ни одной картинки, кроме ледокола Ленин. Понимаете, но, причем, слово Ленин, я умел читать, потому что оно тоже везде было написано, и я его знал иконографически, как этот, как его, как, ну, да, как, как, китайцы, иероглиф, вот, да, и, да, и вот я ее знал, как иероглиф, и мог ее быстро идентифицировать, а все остальное, не было ни одной подсказки, про что, куда плывет этот пароход, зачем он приходит, кто, ну, никакой нету истории, понимаете, но сколько мне приходилось до парохода Ленин тренировать мышление, что можно выжать из картинок, которые описывают, значит, вот это то, что я должен буду сейчас промычать и воспроизвести. Когда у вас есть какой-то дефект, вы вынуждены этот дефект закрывать, и вы наращиваете какой-то функционал, который другой человек, и не просто не нуждается в его, за, как бы, за, за, за закрывание, да, вот, поэтому иметь какие-то, опять же, успешные люди, я вам говорю, они все нездоровые, вот, то есть иметь отклонение какое-то, радуйтесь, радуйтесь, правда, потому что, если у вас чего-то не получается, значит, ваш мозг будет искать, но вы сосредоточены на решении задачи, это важное условие, если у вас ничего не получается, что-то не получается, и вам плевать вообще все, что происходит вокруг, никаких компенсаторных механизмов не разовьется, но когда у вас разовьются какие-то компенсаторные механизмы, потому что вы вовлечены в процесс, это позволит вам сделать что-то, что другие не делают, а что нужно другим людям? что-то, что они не делают, потому что если все это делают, то как вы можете быть нужным с этим же условием? Ну, вы все моете руки, да? но будьте полезными мытьем рук другим людям, но это было бы странно, это же правильная анипуляция, поэтому наличие дефектов, ну, это не дефекты, это просто выраженность признака, вот, у нас много всяких разных признаков, рост, вес, там, и так далее, это все кривое распределение, вот, там, художественные таланты, у меня, например, нету художественных талантов, я торжественно нарисовал детская книга, видели? Видите? Я нарисовал нейрон, там, вот это, вот это существо, вот это, я нарисовал, да, вот, все остальное я уже не могу, вот, то, что если я начну все рисовать все остальное, то дети будут заикаться, и, вот, и меня посадят за, этот, как его, психотравмы, вот, поэтому, но зато компенсируют другим образом, вот, поэтому это нормально. Да ладно, не смешайте. Ага, Алия Владимировича. О, добрый вечер, два вопроса. Вы говорите, что вы не рано начали читать книжки, но вам же все равно их читать, я хотела бы узнать, какой у вас любимый персонаж детской книжки, с кем вы можете себя и не слиться влезать? Угадайте, нет, давайте гадалку устроим. У вас есть версия? У меня нет. Она лежит на поверхности. Не знай-ка, знай-ка. Айболит, вот, доктор Айболит, у меня была любимая книжка. До сих пор мама хранит, она там, не живого в стране нету, корешок оторван там и так далее. Мама ее ненавидела. Она знала ее наизусть, вот, могла с любого места начать читать. Спасибо. Второй вопрос. Вы рассказываете, когда о павлении, который так улет, да, можно ли это понять, как выражение харизмы, и является ли харизма присущей только мужчинам, или женщины тоже могут быть харизматичными? Женщины могут быть невероятно харизматичными, вот, тут даже не сомневайтесь, вот, и на самом деле мне даже кажется, что женщины часто бывают, чаще мужчин бывают харизматиками, потому что мужчины часто берут просто, как бы своей, ну, просто вот это мужское, идти вперед, побеждать там и так далее, но это не харизматика, харизматика, да, это просто у человека куча энергии, куча каких-то ресурсов, которые он скопил, и он идет, значит, там, лезь, рубит, в чепки летят, выглядит со стороны завораживающе, но когда вы начинаете с ним взаимодействовать, вы не чувствуете харизматики. Ледокол как раз, да? Ну, можно так, ледокол сказать, но вот, а среди женщин как раз харизматиков очень много, и вы правы, ну, в каком-то смысле это связано, конечно, с сексуальностью, потому что женщины способны использовать сексуальность как, как бы, ресурс жизненный, вот, ну, я в историю не буду уходить, чтобы вы все в случае таких, как бы, Екатерину, помните, у нас была царица, вот, Петра Первого, да, сначала один генерал, потом второй генерал, потом Мельшиков, а потом, вот, значит, но не без харизматика, ну, вот, ну, то есть, очевидно, она не просто была так виртуозна в постели, что, понимаете, никто не мог отказаться, там была какая-то личностная вещь, которая заставляла этих людей просто ронять челюсть и просто смотреть, картины вы тоже ее видели, я думаю, да, такое производит впечатление пугающее, вот, но это именно харизматика, вот, поэтому, да, она связана с сексуальностью, вот, но больше, мне кажется, все-таки это связано, если вы просто вот эту, оставить сексуальную часть в стороне, да, вот, то харизматика связана просто с, с концентрированностью энергии, просто вот, когда вы видите, что человек что-то делает, и он в этом весь, вот, это, ну, как бы, это вызывает ощущение, вот, когда он, он, одной ногой здесь, другой там, делает, он, он, как бы, нет, но когда вы видите, что он весь в этом, да, иногда даже, какой-то молодой человек, понимаете, у него там и опыта нету, и знаний нету, там, еще что-то, и наивных куча представлений, но он настолько вовлечен, что вы, когда с ним разговариваете, вы не можете не поддаться в, как бы, под обаяние концентрации этого фокуса, да, и вот концентрация этого фокуса, мне кажется, это тот, тот способ быть харизматичным, который у нас у всех есть, если мы, ну, вот, будем так себя собирать под это дело. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Владимирович, у меня вопрос есть, я прочитал ваши книжки, «Красная таблетка», «Черкка биоразума», первая модель, еще интересная, что мозг проделывает сознание, и у меня возникает такой вопрос, как с помощью этой модели можно объяснить работу, например, расстановщиков, как люди чувствовали любое расстояние, вот, такой вопрос у меня есть. Ну, значит, есть понятие психологические иллюзии, вот, их огромное количество, вот, когда люди, например, ощущают, что они, там, вот, например, там, религиозное чувство, классическое, вот, это психический феномен, просто психический феномен, а люди могут ощущать это просто как присутствие высшего существа в своей жизни, просто до физической, до мурашек, вот, есть такое понятие конверсия, вот, это когда, как бы, то, что является, это, в классификации психических заболеваний обнаруживается международное, не, я придумал, вот, это когда вы рассаждетесь какой-то частью своей психической функции и считаете, что она вам не принадлежит, а принадлежит кому-то другому, да, ну, то есть, может быть, конверсионное расстройство, у вас, может быть, конверсионный паралич, вот, у вас ноги не ходят, такой случай, или конверсионная слепота, то есть, у человека все нормально с глазами, но он перестает видеть, конечно, он видит, мозг его видит, да, но он разотраждествился, и у него вот это, вот из-за этого разлома, конверсионного, поэтому существует куча психических иллюзий, вот, вот вы едите, когда с красивой тарелки, и это вкусно, а едите, это не психическая иллюзия, нет, куча психических иллюзий, но вот, то, что касается расстановок, ровно та же история, как бы, по сути дела, такая субъесте, говорят, вы сейчас будете чувствовать, вот это, значит, созредоточьтесь, я вам сейчас могу, что угодно, знаете, это сделать, но я не буду, вот, да, шрамы рассасывались, понимаете, ну, вы думаете, что Кашпировский, что, что-то по шрамам специализировался, ну, я просто, если кто-то, да, вот, но это вопрос психических субъесте, ну, вот, кажется, стал меньше, там тюбик лежал, у телевизора, все, помазали, вроде бы меньше, да, сколько было, да, точно поменьше, вот, это просто психические иллюзии, их куча, наш мозг творит бесконечное количество психических иллюзий, или вы, например, кого-то считаете красивым, а потом, вы же этого человека считаете некрасивым, бывало с вами такое? Да? Что? Все, ты все так крича, но я не слышу, но мне тоже смешно, вот, а, вот, я про них же и говорил, да, да, это всегда, почему, потому что, когда у вас там гормоны вам долбанули в голову, вот, у вас вы считаете психическая иллюзия, что вокруг красоты просто невероятной, вот, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, потом жизнь, слезы, любовь, все случается, и смотрят, боже, что я тут делаю, вот, да, поэтому, это тоже психическая иллюзия, а с чего вдруг красота куда-то, как бы, делась, пылали, а был ли мальчик, и так сказать, помендуя климасом Геннадий, так? Здравствуйте, у меня такой вопрос, неделю назад, вот, в этом же месте была презентация книги Дины Рудиной, замечательная кучательница, и ей задали такой интересный вопрос, вкратце, как вы относитесь, как вы относитесь к мату? Она как женщина эмоциональная водитель, и, в общем, человек такой, открытый, ответила, что язык, это относится к старым пластам, и она допускает его использование, в некоторых ситуациях, в принципе, относится положительно, вот, я видела вашу передачу в семье Собчак, о стороне Собчак, местами, вы были очень сдержаны, как воспитанный, нордически выдержанный человек, вот, и, в связи с этим, я решила спросить у вас, как у доктора, хотя вот в этой книге слово доктор зачеркнуто, а с точки зрения мозга, да, вот как влияет этот древнейший класс языка, влияет ли вообще на человека мышление, энергетику, может быть, языка и так далее, ну, что вы думаете по этому поводу? Ну, я что думаю по этому поводу? Что, ну, никак специфически, конечно, не влияет, я 10 лет в армии служил, если кто-то не понимает в этой жизни, вот, и, а потом руководил тоже толпой каких-нибудь операторов, и, на каких-то, в полубоевых условиях, так что, в общем, язык очень эффективный, такой работающий, вот, позволяет точно донести, как бы сказать, мысль, вот, не оставить сомнений по поводу того, что происходит на самом деле, вот, поэтому он в рамках таких боевых условий, в общем, вполне себе упрощает коммуникацию, пока ты будешь доносить свое, нам же, мы же переносим просто, ну, передать смысл уже нам сообщение, да, вот, и можно сказать, это очень важный, серьезный, ответственный вопрос, если мы его не решим, то возникнет куча проблем, которые приведут, ну, то есть, я вроде бы смысл передаю, да, вот, но в целом я могу там, одним словом описать, емко, вот, вот, я не, я не, я не сторонник его использовать в публичном пространстве, потому что мне кажется, что это как слово ты, вот, которое вы можете произносить, и это вопрос близости, который у вас возникает, и это в этом смысле язык, знаете, когда в армии, вот это все, это же не ругаются, это просто реально говорят, ну, ты, вот, как бы, и я тут, и мы вот это, и у нас тут война, и ты вот, да, ну, как бы, это очень такой интимный язык, во всех смыслах этого слова, вот, да, поэтому, когда в публичном пространстве начинает звучать, это как бы, в этом есть какая-то, ну, нарушение его логики, да, если вы можете это делать, вы команда, вот, значит, ну, плюс, понятно, у меня, я старого воспитания, вот, я, если девушки есть, я не могу ругаться, ну, так могу, потом извиняюсь сильно, вот, да, вот, но в целом, это просто язык интимный, вот, он, как бы, если он вам нужен для решения каких-то задач, ну, как бы, интимных, ну, как бы, можно. спасибо большое, Андрей Владимирович, дорогие друзья, к сожалению, у нас нету больше времени на вопросы, все хотят получить... Спасибо.